На форте номер один Владивостокской крепости прошла мемориальная программа «Час памяти». Участники вспоминали о событиях 22 июня 1941 года. Экскурсии для гостей фестиваля провели сотрудники музея-заповедника. Сейчас вас будут защищать, когда вы будете гулять вместе со мной по подземным частям. 3,5 метра толщина стен и 5,5 метра толщина потолка. И это чистый бетон. Вот все, что вот здесь видите, это бетон, монолитный бетон. Состоялись и мастер-классы по колокольному звону. Их провела музыкант и композитор Олеся Ростовская. Несмотря на дождливую погоду, на форте собрались по-настоящему неравнодушные к истории своей страны и родного города люди. Их тепло приветствовал директор музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай. Раз уж так совпало, что события фестиваля Владивостокская крепость, фестиваля растянутого на полтора года совпадают в том числе с этой датой, мы подумали не отступать от своих ритуальных намерений и попробовать провести здесь часть этого фестиваля. Нас совершенно не заботило количество людей, которые придут, потому что ритуальные мероприятия, вообще память это дело добровольное. Хотите, приходите. В общем, не хотите, вы вправе помнить там, где вам удобно помнить. В память о трагической для всех россиян дате, начале Великой Отечественной войны, коллектив ансамбля «Сирин» под руководством Андрея Котова исполнил знаменитый небесный Иерусалим композитора Владимира Мартынова. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.